Привет, всем привет! Тема моего выступления достаточно магическая, хотя на самом деле мы будем говорить о суровой практике, потому что коммуникации сегодня это вопрос сугубо практический и определяют его вполне физические величины. И это вовсе не Билл Гейтс, а два параметра. Скорость коммуникаций, которая пугает. Представьте себе две цифры. В 2017 год в мире через WhatsApp проходило 16 миллионов текстовых сообщений. В 2018 году это было уже 18 миллионов. Время ускоряется. И если мы говорим про 2019 год, то, к примеру, в Instagram каждую минуту загружалось 277 тысяч историй. А в 2020 году этот параметр, вдумайтесь, всего лишь за 60 секунд, было уже 347 сториз. И это показывает нам, насколько быстрее происходит обмен информацией, насколько быстрее мы вынуждены работать и быть атакованными ею. Но это еще не все, потому что есть второй параметр, и это объем. Объем пугает еще больше. Если вы посмотрите на этот график, то очевидным станет, что объем информации, которая создавала человечество, увеличивалось очень-очень медленно. Сначала мы выписывали что-то на бересте, на глиняных табличках, но в районе 2000-х годов аналоговая информация полностью уступила место цифровой, облачной. И это самый настоящий взрыв, о котором писали фантасты еще в 70-е годы. Темно-зеленая часть графика очень наглядно показывает, насколько больше информации есть у нас сейчас. Если мы попытаемся перевести эту информацию в понятные объекты, то на сегодняшний день в мире хранится порядка 74 зетабайт данных. Что такое 1 зетабайт? Давайте представим себе его в айфонах. Это порядка 16 миллиардов айфонов. Это всего лишь 1 зетабайт, а в мире их сейчас 74. Так вот, 16 миллиардов айфонов будет достаточно для того, чтобы обернуться вокруг Земли 60 раз и так помножить на 74. Это весь объем информации, который хранится в нашем мире сегодня. В практической плоскости для человека, который занимается коммуникациями, сегодня это сводится к 10 тысячам сообщений ежедневно. И это та информация, реклама, брендинг, носители, фильмы, которые вплоть до беляшей, которые нам предлагают возле метро, создают информационный шум вокруг наших голов. И нам в этом шуме нужно каким-то образом выживать. Несколько фактов про распространение новостей и информации. Задумайтесь только о том, что для распространения слуха по поводу гомосексуальной ориентации Юлия Цезаря, о которой писал его современник Цицерон. Чтобы эта новость попала в книги соседствующего автора, потребовалось целых 150 лет. А вот Трафальгардская битва, которая произошла 21 октября 1805 года, попала в Лондон газет лишь через 15 дней. Мы говорим о скорости распространения информации сейчас. Французское вторжение в Российскую империю началось 24 июня 1812 года. А написали о ней только через 20 дней. Медленно. Очень медленно распространялась информация от события до того, как об этом начинали говорить. Но эксперимент, поставленный несколько лет тому назад итальянцами, показывал, что новость, которая была посеяна с помощью Твиттера, облетела земной шар и вернулась в виде заголовков газет всего лишь за 17 часов. И поверьте, с учетом тех графиков, которые мы видели, эта скорость лишь увеличивается. То есть чем больше информации вокруг нас, чем больше скорость распространения этой информации, тем меньше времени нужно для того, чтобы слух, который прошел в одной точке земного шара, вернулся уже новостью. И с этим очень тяжело, потому что все, что происходит, быстро, громко и хаотично. Мы живем в мире кликов или, если угодно, во время инфодемии. И в данном случае аналогия с коронавирусом, в мире которого мы сейчас обитаем, очень наглядно демонстрирует нам, как любая новость способна обернуться в падение акций на рынке, в всеобщий психоз, в полки, на которых отсутствует туалетная бумага и много чего более неприятного. На самом деле признаков инфодемии не так уж и много, и они не радуют. Во-первых, социальные сети, в которых как спорами распространяется эта инфодемия, распространяют ошибочные новости на 70% больше и охотнее, чем настоящие. Это значит, что наша подлинная человеческая натура гораздо более активно реагирует на неправду, чем на правду. О неправде еще проще говорить, потому что она распространяется глубже, быстрее и шире, чем правда практически во всех категориях. Очень интересный эксперимент был проведен в Канаде, там, где людям предлагались специально созданные передовицы газет, где объем информации делился 50 на 50. Позитивные и негативные новости. Так вот, когда потом респондентов спрашивали, что же они прочитали, люди делились в основном негативом, а вовсе не позитивом. Это сущность человеческой природы. И именно по этой причине работает спрос и предложение в новостях, и именно поэтому новости продает жареное, то, что лучше продается, а это и есть негатив. И в данном случае Украина – это не исключение, потому что та самая благоприятная среда для распространения чего угодно и как угодно – это социальные сети, и они являются самым популярным источником новостей и в нашей стране тоже. И как нельзя тут не согласиться с Тедросом Гибрейсом, а именно главой Всемирной организации здоровья, который сказал, что сегодня мы боремся не с эпидемией, мы боремся с инфодемией. И информационный вирус распространяется точно так же, как и грипп – воздушно-капельным и социомедийным путем. Каким же образом можно пережить эту инфодемию, сохраняя личную информационную гигиену и свой даже психологический покой? На самом деле для рекламной коммуникации, для маркетинга нет никаких двухлетно-пятилетнюю стратегию. Все происходит очень-очень быстро, и поэтому необходимо быть реактивными. Очень важно быть яркими, поскольку приходится прорываться через 10 тысяч конкурентов каждый день, и это вовсе не фигура речи. И, наконец, нужно быть более интересными, чем самая интересная ложь, которая господствует в мире. Поэтому коммуникации сегодня, если угодно, это микс из трех составляющих. Из ньюзмейкинга, то есть способности создавать новости, из контента и социальной ответственности. Вы спросите, при чем тут социальная ответственность? Но на самом деле социальная ответственность позволяет быть очень удобным лубрикантом для продажи брендов и товаров. Называется это парадокс социальной миссии, потому что 94% потребителей на сегодняшний момент считают, что социальная миссия важна. И при этом лишь 37% брендов обладают четко выраженную социальную миссию. И одноразовая помощь животным или отправка игрушек в детский дом не считается. Люди должны четко понимать, с чем связан бренд и за что он стоит в этом мире. И в данном случае именно потребитель голосует деньгами за то, что компания играет активную роль в социальной жизни. Потребитель в четыре раза более вероятно купит у компании, у которой есть четко выраженная социальная миссия. В шесть раз больше шансов, что он будет защищать ее, в случае, если будет допущена ошибка. 4,1 раза больше доверяет компании социальной миссией. 4,5 раза больше шансов, что потребитель будет поддерживать эту компанию и рекомендовать ее друзьям и семье. Кстати, в Украине наша ситуация не здорово отличается от мировой статистики, потому что, к примеру, 93% считают охрану окружающего мира важным вопросом, а 87% считают, что они готовы играть активную роль в защите окружающей среды. При этом мы знаем, какие печальные результаты показывает экологическая повестка в программах наших депутатов и политических партий. И это лишь дополнительная иллюстрация парадокса социальной миссии. Люди хотят, но бренды и люди медленно реагируют на запрос, который сформировался в обществе. Я предвлекаю гигантский успех политической компании, которая сделает экологическую повестку центровой. Более того, с каждым годом эта повестка, с учетом тех проблем, которые нас окружают, климатических проблем в первую очередь, она будет становиться все более и более важной. И теперь за недолгое оставшееся время я бы хотел сделать небольшой экскурс в то, что же формирует этот самый коммуникационный контекст, а именно сетевые революции. Я насчитываю шесть революций, первая из которых революция образовательная. Заключается она в том, что уже сегодня 40-летнему человеку придется учиться практически половину своего рабочего дня или выходного. Почему это происходит? Да потому что навыки, которыми мы обладаем, уже недостаточны для того, чтобы угнаться за всеми инновациями и изменениями, которые происходят каждый день. Для сравнения, на этом графике четко видно, что в 1900 году, к примеру, 40-летнему человеку не нужно было тратить на самообразование и 1% своего времени. Он достигал своего пика знаний, опыта, навыков. И этого было достаточно для того, чтобы спокойно снизойти в закат. Но сегодня ситуация выглядит совсем иначе. Особенно пагубно для людей, которые перешагнули уже 70-летний, 60-летний рубеж. Им учиться придется порядка 55% своего времени. Почему? Да просто для того, чтобы освоить все те десятки новинок, без которых сейчас жить нельзя. Электронные счета, Диев дома, тест на коронавирус, скайп, новые мессенджеры и прочее, и прочее, и прочее. Вторая сетевая революция – это так называемое общение. И это напрямую связано с тем, что в нашу жизнь ворвались мессенджеры и социальные сети. И данные показывают, что уже на июль 2020 года аудитория социальных сетей достигла порядка 4 миллиардов человек, что составляет 51% населения Земли. То есть каждый второй человек на Земле уже в социальных сетях. И нельзя не заметить, что мы большую часть нашего времени, особенно чем более активен бизнес, чем более активен человек, проводим именно так. И наше живое общение, общение один на один, уступает общению через социальные сети. Также третья революция – революция отцов и детей, напрямую связанная с понятием опыт и с понятием Google. Дело в том, что Google и Википедия сделали знания доступными здесь и сейчас. Все это сводится к тому, что нам вовсе не нужно иметь прекрасную память, нам не нужно 10 лет учиться для того, чтобы вызубрить таблицу умножения, логарифмы и прочее. Нам достаточно задать вопрос Google, Siri и получить ответ. Все это сводится к тому, что дети ставят под сомнение то, что составляло основу навыков и развития общества, а именно опыт. Опыт не нужен. Опыт самый большой в этом мире сконцентрирован в Google и в Википедии. Это приводит к тому, что Google умнее мамы и папы, Google умнее учителя, и это разрушает институт авторитетов, институт учителей, приводит к краху опыта и, кроме того, как это ни парадоксально звучит, к краху карьерного роста. Потому что ранее люди хотели делать карьеру вертикально, приходя по японской модели. Курьером в один офис ты хотел выйти из него директором. Тебя мотивировало развитие в рамках одной компании, приобретение новых навыков и прочее. Но модель изменилась, и более молодое поколение хочет совершенно другого. Они хотят разных ярких и интересных опытов, а вовсе не движения по карьерной лестнице в рамках одной конторы. Да и конторы уже не нужны, потому что сегодня ты можешь быть баристой, завтра серфером, потом продюсером телеканала, а послезавтра отдохнуть и писать свои стихи. И это замечательный и новый опыт, который позволяет человеку всегда быть в интересном, горизонтальном путешествии от одной точки интереса к другой. Средства массовой информации. С ними все очень и очень просто. Их революция заключается в том, что они перестали обладать эксклюзивом на новости, эксклюзивом на интерес. Потому что любой талантливый человек, которых мы сейчас называем инфлюенсерами, может обладать аудиторией, которая больше, качественнее и более готова воспринимать информацию от тебя, даже если ты не средства массовой информации. И огромное количество кейсов, сделанных и у нас в том числе, показывают, как здорово это работает. В частности, использование и контракт с Лэйси Никитюк для нашего клиента Алло дал 24% оборотов смарт-категории, что втрое выше рыночных показателей. Почему? Потому что это качественная аудитория. В конце концов, даже президента мы выбрали через социальные сети, потому что он инфлюенсер, а вовсе не потому, что нам так говорили СМИ. И технологии. Технологии, без них мы не можем сейчас жить. Мы все окружены девайсами, гаджетами. Мы все не можем представить свою жизнь без электричества и без интернета, без новых, более удобных интерфейсов, маленьких компьютеров, удобных часов, которые измеряют давление и наш сердечный ритм. И три технологии, которые будут определять будущее в ближайшие несколько лет. Это искусственный интеллект. Это интернет всего, то есть тотальная подключенность вашей кофемарки, робота, пылесоса, холодильника, часов, да и вас самих в интернет. И, разумеется, дополненная и виртуальная реальность, которые создают удобное пространство для существования человека здесь и сейчас. Ну а что касается маркетинговых коммуникаций, то здесь, с одной стороны, все просто, а с другой стороны, сложно. Я попытался уложить всю эту революцию на одну страницу и вижу ее в следующих проявлениях. Это шестисекундные ролики, потому что мы перешли в интернет. Интернет, YouTube дают нам возможность не перематывать проклятую кнопку лишь в течение шести секунд. Поэтому ответ маркетинговых коммуникаций и креатива – так давайте делать рекламу, которая успевает сказать все за те самые шесть секунд, которые мы можем гарантированно купить. Это тотальный контроль за потребителем, потому что благодаря cookies мы знаем о них абсолютно все. Поэтому big data определяет точные и спланированные коммуникации и таркетинг. Это brand experience, потому что бренду недостаточно выложиться на полках. Необходимо создавать более глубокий пользовательский опыт. Разумеется, социальная ответственность, без которой жить просто невозможно. Нелояльность, о которой мы поговорим прямо сейчас. Сейчас и вертикальный формат, потому что мы просто перевернули наши экраны, живя в смартфонах. А они абсолютно и сугубо вертикальные. Так вот, говоря о нелояльности, мы не можем не согласиться с тем, что люди перестали придерживаться одного бренда. Это просто неинтересно. Вокруг столько новинок, столько рекламных сообщений, столько классных вещей, что мы больше не хотим хранить верность тому, что еще 10 лет тому назад покупали бы совершенно маниакально. И исследования Нильсон показывают, что только 8% потребителей готовы голосовать за свои любимые бренды. Остальные, увы, говорят bye-bye, мы готовы к переменам. Все напоминает приблизительно такую картинку. Что же может ответить на этот мир нелояльности Марком? Может ответить только одним способом. Ртутными коммуникациями, которые подстраиваются под постоянно изменяющееся пространство мира. Я называю это ртутными брендами, которые характеризуются тремя параметрами. Это бренды, которые быстро реагируют на социальные запросы, которые способны быстро меняться и быстро создавать креатив. Вы согласитесь с тем, что гибридная модель, которая является компанией от Tesla, в которой невозможно отделить ее лидера от бренда, которая неважно на самом деле, что производит, солнечные батареи, автомобили, космические корабли или что угодно на самом деле, является примером совершенно нового типа бренда, где социальная ответственность, человек, лидер этой компании и интересный продукт слились в какую-то совершенно новую сущность. То же самое можно говорить о Безосе, где личность лидера перевернула восприятие о бренде. То же самое мы можем говорить о бренде Кардашан, которые меняются в зависимости от того, что здесь и сейчас происходит в мире, точно так же, как наш президент, точно так же, как компания Apple. И три главные характеристики подобных брендов – это личность лидера, наличие социальной миссии и способность концентрировать и удерживать внимание людей или быть ньюсмейкером. Ну и для того, чтобы подвести итог всего вышесказанного, марком всегда влияет. И для того, чтобы эффективно влиять, необходимо понимать, из каких ингредиентов складывается это влияние. А складывается оно из голода и драйва, который толкает бренд вперед. Из прикладного видения, которое позволяет перевернуть рынок, предоставив продукт, который является переосмысленным, старым, но новым в том числе. Это абсолютная уверенность, которая характеризуется одним словом, незламни, готовые меняться. Это способность быть страстным и эффективным коммуникатором, потому что иначе вас просто не будут слушать. Это неимоверная стратегия, исключительная стратегия, которая позволяет вывести на рынок что-то совершенно новое. Это способность заботиться, объединять и нарушать стереотипы, не бояться меняться, потому что мир меняется и не ждет. Это гигантские ожидания и высокие стандарты, потому что только задирая планку, можно оставаться актуальными здесь и сейчас. Это мужество и вера в свои действия, потому что даже если рынок полон конкурентов, вы всегда сможете найти возможность, за что зацепиться. И если вы будете идти к своей цели, подкрепляя ее упорством и мужеством, тогда успех, если не гарантирован, то ближе, чем казалось бы. Это сумасшедшая настойчивость и гибкие подходы, которые показывают, что даже если весь ресторанный бизнес находится в нокауте, вы можете придумать его заново и предложить рынку что-то новое и актуальное. И это, наконец, возможность быть оригинальными и адекватными, верными своей концепции и идеи, независимо от того, что происходит. Главный принцип – кто останавливается, тот умирает. Поэтому двигаться нужно обязательно и желательно двигаться так, как ртутные бренды. Задайте себе всего лишь два вопроса. Вы, как бренд, способны генерировать новости для рынка? И что делает вас интересными и необычными для потребителя просто сейчас? Если у вас есть ответы, значит, вы на один шаг ближе к успеху. Спасибо.